Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор коляски с Алиэкспресс. Почему именно эта коляска, почему именно с Алиэкспресс, об этом сейчас, конечно же, все расскажу. Обзор. Я искала коляску легкую, эргономичную, которая вмещалась бы в багажник, которая была бы достаточно такой компактной, для того, чтобы можно было ездить и на природу, потому что рожать мне в конце мая, чтобы летние три месяца мне было удобно, я могла сорваться в любой момент, взять с ребенка, поехать на природу и быть неприкованной к дому, чтобы она была легкой. Вначале я остановила свой выбор на зон на колясочке люльки, но потом поняла, что все равно придется докупать люльку автомобильную. Есть такие коляски, сейчас они очень распространены, то есть есть у нас с вами основа и есть люлька автомобильная, в которой как бы ребенок катается, но это не очень удобно, потому что все равно потом впереди осень и нужна будет полноценная коляска, полноценная люлька уже колясочная, да, не автомобильная, поэтому я нашла на Алиэкспресс, и не только на Алиэкспресс, эти коляски есть на зону на Wildberries, но там чуть-чуть просто подороже. На Алиэкспресс самая дешевая цена, обошлась она мне в момент покупки в 10-100 с чем-то, продавец дал купон небольшой, да, как бы нормальная, адекватная цена, для коляски 3 в 1 получается, потому что люлька от коляски делается потом в прогулку, и также есть автомобильная люлька, что очень удобно, которая ставится на саму коляску, и можно в ней катать малыша, да. Ну, давайте скорее тогда приступать к обзору, а еще по доставке. Доставка у продавца, я ссылку вам оставлю, если пригодится, посмотрите, пройдете. Доставка у продавца заявлена 5 дней, но коляска пришла через 11, это нормально, читала в отзывах, что кому-то и дольше, как бы. В этом плане все нормально, он доставлял доставкой DPD, а у нас склад рядом с домом, поэтому в этом плане тоже все отлично, все замечательно. Так, давайте приступать к распаковке и обзору. Говоря, сама коляска в сложенном виде, как она будет помещаться в багажник, если у вас совсем маленький багажник, то вот эти колеса, они очень легко вдеваются и легко вытаскиваются. Так, здесь есть кнопочка, не очень удобно это одной рукой делать, я вам сейчас все покажу потом поподробнее. Здесь есть кнопочка, которая колеса эти очень легко вытаскивает, и также с вот этими маленькими колесами тоже они очень легко вытаскиваются, в этом плане все отлично. Вот сама люлька, здесь есть чехол, собирать ничего не пришлось, чехол на ножки. Я вообще планирую покатать в люльке летом. Я хочу придумать какую-нибудь конструкцию, чтобы подложить ремни, да, все есть как бы, вот коврик. Что-то подложить такое, чтобы выровнять спинку, да, как-то сделать это все красиво и компактно, и катать в люльке, потому что, ну, это очень удобно на самом деле. Оставил колеса внизу в подъезде, вот так вот, на одну кнопку нажал, ну, две, точнее, с двух сторон они сложились, за одну секунду сейчас тоже все покажу. И с люлькой пошел домой, да, поэтому мне вот хочется так. На самом деле я ее поставлю сейчас люльку на каркас, тоже вам все покажу. Вот, собственно говоря, люлька обычная, которая делается потом в прогулку. Тоже сейчас поставим на каркас и все покажу. Давайте смотреть, чтобы вам было наглядно. Вот сколько места занимает коляска в сложенном виде, вот так она будет стоять. И как она, собственно говоря, разбирается. Сейчас опущу вас пониже. Мы берем вот эту ручку, тянем ее на себя. Можно немножко перевернуть, можно перевернуть. Вот так, тянем ее на себя. Все. Все. Никаких усилий, ничего нажимать не надо, прилагать ничего не надо. Как бы все, коляска собралась. Как мы ее с вами складываем? Сейчас тоже опущу вас еще немножко пониже. Еще раз продублирую. Как мы ее с вами складываем? Вот эти штучки, да, видите, вот они сбоку на себя. И все, положили. Все. Вот так она складывается. Опять за ручку потянули. Все, она собралась. Это очень удобно на самом деле. Это просто, ну, не знаю, насколько облегчает жизнь мамы. Мы, кстати, когда ее разбирали, здесь единственные, знаете, косяки какие есть? Не косяки. Она была в пленку. Вся, вот эти все ручки, да, чтобы они не поцарапались, видимо, такие вот красивые. Все было завернуто в пленку. Пленка оказалась под вот этими вот частями. То есть здесь еще нужно ее вот так, сейчас покажу вам, видите, вот выковыривать. Но это я займусь, как бы выковыриваю, не проблема. Потому что откручивать все детали и собирать ее потом, не дай бог, там что-нибудь случится. Так, по колесам, по колесам. Что мы здесь? Мы только колеса, собственно говоря, и... Сейчас соберем ее опять с вами и вставляли, а так оно пришло вот. Вот колесо. Так, мы нажимаем с вами на серую кнопочку, вот она, и его вытаскиваем. Все. То есть в багажнике вот так можно перевозить, чтобы еще меньше места. Или вставляем до щелчка, тоже все. Кот, школьник. То же самое с другим колесом. Маленькие колеса, вот этим. Так, здесь у нас тоже кнопочка, вот тут бежевая. Сейчас покажу. Вот она, бежевая кнопочка. Мы ее с вами нажимаем. И колесо вытаскиваем. Все. Вот как выглядят колеса. Они, ну, прорезиненный такой материал, но они меньше. Вроде как с амортизацией. Но она не сильно такая хорошая. И обратно также вставляем в паз чпок до щелчка. Все. Никаких проблем не возникнет. Вообще просто супер. Так, разбираем. Разобрали. Все, коляску разобрали. Теперь, как поставить нам люльку. Давайте начнем с люльки от коляски. Вот она как выглядит. Мы ее с вами ставим в пазы. Смотрите, здесь тоже есть кнопочки. И вот они пазы. Мы вставляем люльку в пазы. Она легкая. Тоже очень легкая. Оп, все. Коляска готова. Коляска собрана. И готова. Все. Все вот эти детали, они пристегиваются на молнии. То есть мы вчера их уже собрали, пристегнули. Вот эта деталь на молнии, да? Пристегивается. Капюшон сам на молнии вот этот. Вот, видите? Он пристегивается. И вот этот козырек, он тоже на молнии. Он тоже пристегивается. Так. Вот так она выглядит в натянутом виде. Как бы все отлично. Все хорошо. Смотрится достойно. Кстати, хочу сказать по цвету. Хорошо, что я выбрала такой. Он смотрится, ну не знаю, дороже что ли, или солиднее других цветов. Потому что у меня падал глаз на сиреневую. Я ее, кстати, увидела вживую у нас в район. У девочки с такой коляской каталась. Я к ней подошла, еще спросила о плюсах и минусах. Она из минусов. Единственное, я сказала, что амортизация не очень. И из минусов, что не очень жесткий матрас вот в этой люльке. Но мне он показался жестким. На самом деле, если купить туда отдельно матрасик для коляски, а он нужен, естественно, да, для малыша, то все нормально как бы. У нее сиреневая, она как-то смотрится, не знаю, не так, дешманский что ли. А этот цвет, он такой даже не серый, девчонки, а мальчишки, он хаки. Я вам сейчас покажу поближе, и он смотрится дороже. Я бы, конечно, выбрала, чтобы еще вот эти металлизированные части, они были, ну, либо черные, либо серые тоже, не бросаясь в глаза. Но в этом цвете она смотрится гораздо достойнее, чем в других. Серьезно. Так, давайте к обзору люльки. Вот, чтобы вы понимали лучше цвет какой. Мне нравится. Не сказать, что достаточно плотная ткань, но все равно зимой ребенок будет ездить в каком-то коконе, в одеялке, в пледике и так далее. Корзина, кстати, внизу большая. Прям вот большая-большая. У меня с первой дочерью гораздо меньше была корзина. Здесь два больших пакета влезет смело. Здесь еще есть кармашки, которые на липучках. И летом, в жару, их можно открыть, завернуть. Завернуть вот так вверх. И тут все будет продуваться по бокам. И сзади такой же кармашек есть. Вот он сзади. Вот он сзади тоже есть. Окошко, да, такое проветриваемое. Это тоже плюс, я считаю. Это здорово. Так, по комплектации. Я единственное не поняла, для чего вот этот ремень. Инструкция на русском есть, но там ничего не написано. Маленькая бумажка такая. И гарантия год, кстати, прислали. В инструкции на китайском на фотографии нет. Вот этой штуке я не поняла. Вот для чего она нужна. Кто знает, напишите. И для чего нужна вот эта штука. Мы с мужем тоже вчера не поняли. Вот для чего она нужна. Так, сама люлька. Большая, вместительная. В комплекте, когда будет сидячая уже коляска, вот такой вот столик с подстаканником. Это все вот сюда вдевается. Сейчас покажу. Смотрите, вот в эти пазы. Видите? Вот в эти пазы. Чпок. До щелчка. Все очень удобно и быстро. Вот. Все. Наклоняется она или нет? Сейчас попробую. Можно, мне кажется... Да, наклоняется, слушайте. Но не совсем до конца. А, нет, до конца. Можно и так катать. То есть, это может быть вашим столиком. Когда вы катаете ребенка. Можно поставить сюда телефон. Допустим, вот я поставила планшет. Сюда кружечку кофе. Да? И катать. Ну, прикольно. Я думала, она не будет так опускаться. Так, вытаскиваем так же. Нажимаем на кнопку. Вытаскиваем из пазов. Нажимаем на кнопку. Пластик нормальный. Пластик нормальный. Ну, должен прослужить. Так, дальше. Дальше, что у нас с вами. Вот такая подножка. Она куда-то будет крепиться у нас вниз. Когда вот эта вот люлька будет переделываться в сидячую. Дальше. Вот такая вот палочка. Тоже вставляется в те же самые пазы. До щелчка. Оп. И оп. Вот она вставилась. Она нам нужна для того, чтобы вот эту верхнюю часть закреплять. Чтобы не дуло, грубо говоря. Чтобы она повыше была. Сейчас покажу. Вот так это все дело будет выглядеть, когда мы закрепим. Видите? То есть вот тут приподнимается вот так вот сейчас козырек. И вот так вот все это дело будет выглядеть. Ну, симпатично, симпатично. С учетом того, что она легкая. Вот по поводу амортизации смотрите сами. Вот я ее качаю. Ну, так, скажем себе. Приподнять. Ну, нормально. Так, тормоз. Вот он у нас спереди. Одна педаль. Хоп. Все. Встали. Тормоз убираем. Поехали. Задние колеса фиксируются в прямом положении. Они фиксируются попаданием в паз вот этой вот штучки. Здесь есть паз. Мы туда, если попадаем, поднимаем. Все. Они у нас будут ехать исключительно прямо. То же самое с этим колесом. Попадаем в паз. Все, попали. И они у нас теперь не поворотные, а просто едут прямо. Да, это как удобно. Посмотрим потом. Что было еще в комплекте? Вот такой вот коврик. Он какой-то непромокаемый. Я не знаю, для чего он в коляску стелить. В люльку. Вот такой голубенький. И он из такой ткани непромокаемый. Полуклеенчатая какая-то такая ткань. Интересно. Я не поняла, для чего он нужен. В процессе, думаю, разберемся. В комплекте был подстаканник с сеткой и слюнявчик. Продавец еще положил слюнявчик. Представляете, вот такой вот желтенький. Мягенький. Приятненький. Тут непромокаемый тоже. Так, сетка. Сейчас мы с вами ее попробуем. И подстаканник долго разбиралась, куда его повесить. Нашла. Вот тут есть такой кругляшек. Так, зацепляем. Хоп. Все. Я пробовала уже ставить туда бутылку. Как бы все нормально. Все стоит. Не сильно он такой крепкий, но нормально стоит. Так, сейчас попробуем с вами накинуть сетку. Как это все будет выглядеть. Когда смотрел обзоры на эту коляску, многие путают вот эту ручку, которой с другой стороны нет, вот эту штучку. Что она нужна для сетки. Нет. Здесь есть такие штучки, специальные для сетки. Вот они. Если руку продеть, да. Вот за них мы цепляем. Они есть с двух сторон. Вот эта штука только с одной стороны, поэтому не все, смотрю, разобрались. И вот как, собственно говоря, выглядит это дело все с сеткой. Здесь резинка только тут, поверх упущена, да. А внизу ее нет. Поэтому можно либо пришить резинку, либо и так нормально. Можно положить ее как-то вот так. Не знаю. Потому что здесь такой кантик красивый, да. Но резиночки нет. Можно как-то, не знаю, все это приспособить. Ну, так нормально тоже. Вполне симпатичненько. Как-то поддеть. Если без чехла ездить летом, то просто сеточку накинуть. И вот таким образом она смотрится. Что касается высоты коляски, высоты ручки, я была приятно удивлена. Я не низкого роста, метр шестьдесят девять. И мне прям на полную высоту комфортно. Я рядом с ребенком, прям вот рядом, вот расстегнулась. И это очень удобно. Она регулируется. У меня ребенка, когда катал кота, нажатием на две кнопочки по бокам. Ее можно опустить. Как вам удобно? Вот самое нижнее положение. То есть это, чтобы ваш ребенок ее катал. Очень удобно. Давайте теперь посмотрим внутреннее наполнение. И попробуем с вами вместе. Я еще не пробовала собрать ее в сидячую коляску. Так, как у нас тут вот вытаскивается легко вот этот чехольчик сверху. И здесь у нас лежит коврик. Коврик такой достаточно тонкий. Сюда хотелось бы потолще коврик. Коврик я, наверное, куплю еще отдельно. И здесь ремни у нас есть. Вот еще одна загвоздка. То есть их надо убирать, когда ребенок будет кататься. Они пришиты. Они все пришиты. Так, мы их разбираем. И как-то убираем в сторону. Вот это, конечно, не очень удобно. Этот вниз. Да, эти убираем в сторону как-то. Можно закрепить, не знаю, чем-нибудь. Убираем в сторону. И остается вот так вот место для ребенка. То есть мы сверху можем положить опять этот коврик. Или тот, который мы с вами купим. Еще какое-нибудь одеяльце. Или другой еще коврик. И вот так все это дело выглядит. Теперь. Теперь, чтобы собрать нам с вами ее в сидячую, в прогулку, нам нужно... Внизу есть у нас конструкции. Ну, судя по обзорам, я смотрела. У нас есть внизу конструкция. Вемешок торчит. Вот. Вот они. Видите, которые нам там нужно соединить. И она у нас соберется. Я сейчас немножко сама поразбираюсь, потом вам покажу. Кстати, проще, чем оказалось. Я ее положила. Нужно потянуть вот за это колечко. Она начинает у нас стягиваться и подниматься вот так вверх. То есть все просто. А с другой стороны, да, где ножки, вот торчат с обоих сторон вот такие ремешки, которые мы должны между собой соединить. Вот что произошло, когда я все эти манипуляции проделала. То есть она, получается, поднялась, приняла вот такую форму. Теперь нам нужно ее как-то с вами наклонить. Сейчас будем разбираться, чтобы она у нас была прогулкой. Ух, разобралась. Как-то так. Это выглядит в сидячем положении. Она крутится туда-сюда нажатием на вот эту большую кнопку. С двух сторон нажимаем, и она крутится туда-сюда. Здесь мы можем постелить опять же коврик, продеть через него ремни. Так, наверное, вот так это все будет выглядеть. Все закрепить. Продеть ремни. И будет у нас коврик, ребеночек там будет сидеть. И поставить столик уже какой нам нужным. У нас с вами, допустим, вот этот столик. Вставляем его в пазы. И теперь только нам нужно его поднять. Вот он поднялся. У малыша есть столик. Козырек будет опускаться у нас с вами. Ставим на тормоз. Достаточно низко. В таком сидячем положении, видите? Достаточно низко. То есть, если ребенок уснул, его тоже можно аккуратненько нажатием на эти кнопочки разложить, и он ляжет. Примет горизонтальное положение. И можно переставить на другую сторону. То есть, не лицом к маме, а лицом уже в другую сторону. И тогда нам понадобится... Бум! С вами подножка уже. И подножка как раз она с вот этой стороны только одевается. Вот. Вот сюда как-то. Так. Как? Как-то. Как-то это как? О, все. Вот. Вот она оделась. Это подножка. Наверное, не той стороной. Мне кажется. Сейчас попробуем. Надеть ее как положено. Нет, слушайте. Той стороной. Той. Да, потому что здесь вот эта штука, она мешается. Когда одеваешь ее вот так. Она... А, нет. Она, наверное, до щелчка как раз. Да, вот. Все. Вот эта подножка для малыша. И если мы люльку перевернем в другую сторону, уже будет все корректно. Легким нажатием на кнопки мы с вами снимаем люльку, и ставим люльку автомобильную. Вот так это выглядит. Вот хочется мне летом покатать в люльке. Хочу придумать что-то вот тут разровнять, потому что это достаточно компактно, это удобно. Люлька получается тоже высоко. То есть вот я с ребенком в прямом контакте сразу. Козырек у люльки. Тоже ремни. Вот они. Козыречек. Вот эта ручка от люльки тоже вертится нажатием на эти кнопки. Сейчас покажу. Вот на эти красные кнопочки мы нажимаем, и ручка у нас, видите, в любое положение. Может сюда совсем вперед опуститься, может назад. Козырек у нас тут просто на резинке. Вот он. И вот он в разложенном состоянии. Козыречек. И накидка на ножки тоже просто на резинке. Мы ее вот так одеваем. Здесь липучка. Не знаю, зачем она нужна. И вот так это все дело выглядит. Поровняем. Мне нравится, как она смотрится с люлькой. Очень здорово. Осталось только придумать, чтобы разровнять поверхность, чтобы ребенок с рождения мог там не сидеть, а лежать. Именно лежать. Люлька не регулируется. То есть ее нельзя наклонить чуть-чуть туда или сюда. Она вот как встала, так в принципе и встала. Так и стоит. Удобно в больницу или еще куда-то. Мы нажали на кнопочки, оставили шасси внизу. И в прихожей, там где, смотря какие у вас больницы, взяли люльку и пошли с ребенком. На самом деле это очень-очень удобно. Ну и теперь, что хочу сказать в целом. В целом я коляской очень довольна. Она удобная. Она легкая, она эргономичная. Как поведет себя на практике, покажет время. Поэтому, если остались вопросы, задавайте их под видео. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok